А ну-ка давай, я тебе задаю параметры, а ты отправляйся в то время, которое я тебе говорю. Твоя прошлая жизнь, тебе 50 лет. Давай, класс, ощути себя, кто ты в прошлой жизни на уровне 50 лет. Ты мужчина, женщина, как ты это видишь? По ощущениям. Что-то как будто я полный человек. Ну, да, не толстый, но плотнее. Да, полноватый, да, шире. Шире, скажем так. Смотри, в чем ты одет. Женщина? Нет, не женщина. Вполне, чем сейчас, но не толстый абсолютно. Давай посмотрим. Кто-то, если видишь женщину, проявляй эту женщину. Нет, ничего не идет, я ощущаю. Хорошо, там закрыто, там серьезные, там хорошее у тебя было воплощение серьезное, и поэтому и закрыто серьезно. Давай почувствуем все равно. Стоп, 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 без паники. Тебе 50 лет, ты мужчина. Почувствуй, ты в одежде, тебе комфортно или она узкая на тебя? Давит немножко. Нет, мне очень комфортно, хорошо. Нет, тебе очень комфортно, хорошо, одежда удобная. Да. Посмотри, пожалуйста, вот по ощущениям. Какое это время? Проведи рукой себе по груди. Что у тебя на груди находится? У тебя там рубашка какая-то есть. У тебя там рубашка какая-то есть. Или ты себя как ощущаешь? Я не ощущаю. Мы пытаемся найти Тимофея в прошлой жизни 50 лет. Я ему задала параметры примерно 50 лет. И хочу, чтобы он нашел себя в это время. 50 лет с момента здесь сейчас? Нет, ему 50 лет. Он мужчина, прошлое воплощение, ему примерно 50 лет. Просто сначала ощутилось все как будто железо какое-то. Да, все правильно. Ну давай 60 лет. Почему же это? Ты робот или у тебя ординатом? Ординатом. И получилось как будто здесь рубашка такая, но она как военная и как... Да, все правильно. Как соворотка что ли? Если ты вспомнишь, я тебе покажу твои фотографии. А если не вспомнишь, не покажу. Будешь мучиться, пока сам вспомнишь. Так что давай. Я очень хочу вспомнить. Вот давай. У тебя на груди проводишь рукой куча ординовых медалей. Правильно? Железные все. Вот тут полно, да, висит. Да, да, да. Давай по ощущениям. Ты взрослый человек, тебе уже за 50, скоро около 60 лет. Совершенно взрослый. Ты на войне? Ну это после войны же. Нет, это где-то примерно уровень войны. Давай смотрим. Давай сейчас тогда не будем фокусироваться на времени, сколько тебе лет. Не будем фокусироваться на возрасте, сколько тебе лет, а просто время. Великая Отечественная война. Ты в это время существуешь? Да. Ты воюешь или ты где? Тебе же за что-то ордена дали, вряд ли, чтобы ты самую большую свеклу вырастил, правильно? Нет, я не свеклу вырастил, я что-то какое-то железное тоже что-то вырастил, или не вырастил. Ну, какой-то длинный такой объект, типа корабль, или что-то, может быть, бункер, или что-то такое, здание какое-то. Может, я на заводе на каком-то. Ты чувствуешь себя внутри какого-то огромного здания, бункера чего-то, да? Может быть, подводная лодка, или что-то такое. Какой-то замкнутый пространство. Или бронепоезд. Может быть, так. Ну, идет такое, как начало чего-то, я вижу вот что-то такое. Полукруглое, и отсюда вот. Угу. С левой стороны, на право вот оно. Находится у меня. Мы сейчас смотрим на отечественную, Великую Отечественную войну. Ну, именно этот параметр. Не вспоминаешь детство, когда ты с отцом на паровозах катался? Катался с детством и с отцом на паровозе? Вспоминай, было такое, нет? На станции, может, ходил паровозы, видел в детстве? С заклепками большими. Вспоминай. Да, видел. Было такое, да, в детстве? Вот, если со звездой паровоз, вспоминается с пероном, вот мы стоим, и как бы я вижу начало локомотива, или как его звать? Глава, до которой тягач. Да, видел такое. Хорошо. Мы сейчас не смотрим на твое детство, на твою юность. Мы сейчас вспоминаем тебя во время Великой Отечественной войны. Ощути, кто ты. Ты в окопе? Да, нет. Нет. Ну, в окопе, да. Ты воюешь, ты солдат? Да, я воюю, солдатом был, да. Угу, обычным солдатом. Великой Отечественной, тебе уже около 60 лет, ты солдат? Не должен я солдатом быть в таком возрасте. Ну, а что я тогда в окопе? Так, отключай логику. Я вижу, как от меня солдаты убегают. Угу. Я спины солдат вижу, вот что я вижу. Да, ты бабайка? Или ты им командир отдаешься? Да, я, наверное, что-то страшное говорю, и они убегут от меня прямо. То есть ты... Я спины солдат вижу, как они в окопе от меня убегают. А может ты их в атаку? Да, я не убегут от тебя на врагах. Или выполнять какое-то задание ты им, может, даешь? Да, я ощущаю, что я даже на стуле сижу, а не стою. Все правильно. Вот смотри, посмотри, да, все правильно, следует, это хорошо. Посмотри, пожалуйста, имя Сталин, тебе что-нибудь говорит? Фамилия Сталин? По ощущениям сейчас. Вы знакомы? Ты о нем слышал? Или вы знакомы? Или он тебе друг? Или ты просто знаешь, что он есть такой государственный деятель? Очень теплые ощущения при фамилии Сталин. Прямо всем существом его ощущаю, как будто друг он мне. Многие биографы писали, что у тебя личная и очень сильная непривязанность, а вот именно полностью предан этому человеку. Да, есть такое ощущение у меня, что прям вот, прям держусь за него. Личная преданность. Вспоминай, где вы с ним виделись. Вы встречались с ним лично в прошлой жизни? Может, он тоже там в окопе бегала, ну смотри. В любую нет, не встречались. Ну ладно. Ну, короче, у тебя вся в орденах, да? Может, у тебя орден? В орденах вся аж тяжелая. А погоны потрогай свои? Погоны у тебя есть, если ты военный? Какие там у тебя знаки и отличия на погону? Может, ты прапорщик весь в тяжелых орденах? Погоны тяжелые такие, прям чувствуются. Что ты говорил, Миш? Легендарный прапорщик. Легендарный прапорщик, да. Погоны есть, но они тяжелые, но я не ощущаю, что прям они там. Большие звезды нет. Ощущается просто какая-то тяжесть на погонах, но не звезды вот эти, не большие. Хорошо. Усы у тебя есть? По ощущениям есть. Борода? Есть усы? Нет, бороды нет. Все правильно. Усы есть, усы. Не как сейчас, а немножко вот так. Как-то сделал. Ну да, кто ж это такой? На кого? Ой, да, похож. Миш, не надо. Это домашнее задание будет для Тимофея. А вы что, вы правда знаете кто-то? Конечно, я знаю, я только посмотрела, я еще два часа назад видела. Говорит, вы правда знаете. Конечно, знаем. Но мы тебе не скажем. Вспоминай, грудь вся в орденах. Или все-таки роботом был, что все в жиле. Нет, роботом не был. Был в рубашке, в хорошей, в удобной. Сидел на стуле. Карты какие? Со спины вижу. Да. Они упрягают от меня. Да, все правильно. Может, ты в штабе был все-таки? Или ты посреди окопа на стуле сидел? Ну, если в штабе здания идет такое, такое как, более такое серьезное здание там. Ну, это не в окопе здания. Это здание как будто городской формат. И в городе где-то такое большое потолки высокие, что-то там даже, что-то вроде даже какие-то колонны. Все правильно. Все правильно. И что это? Да, все правильно. Ну, солдата в каске я хорошо вижу со спины, как они убегают. Ну, и на фронте ты бывал. И на фронте был, и в окопе был. Ты ездил и по фронтах, правильно? Да. В окопах была еще русско-фильская война, была еще первая мировая война, в которой ты, скорее всего, принимал участие, была гражданская война. Была куча войн в твоей жизни. Ну, я к войне спокойно отношусь, то есть, ну, как, как мать родная, как говорится, война, так война. Имя тебе приходит, как тебе звали. Давай первый. Виктор, почему-то. Виктор, это победа. Но тебя звали не Виктор. Давай еще думай. Константин вышла. Хорошо. На пуколке какое-то, да? Не знаю, да. Ну, ладно. Ну, ладно. Кого-нибудь из твоих друзей, из таких же, как ты, полуроботов с орденами, помнишь именно? Ничего я не помню, вот. Хорошо. Ничего не идет. Тогда, значит, пока оставим это. Мы уже нечто вспомнили. Смотри, мы вспомнили фронт. Ты бываешь на фронте и бываешь в здании. Здание огромное и высокое, с колоннами, здание с длинными шторами и высокими потолками. Ты сидишь на стуле, значит, ты руководишь. Если бы ты был каким-то прапорщиком, вряд ли ты бы сидел, да? Ты бы не сидел, ты бы не руководил. Значит, ты кем-то руководишь, и ты достаточно признан, потому что у тебя вся грудь в орденах, прям аж тяжелая рубашка, китель. Что там у тебя? Китель, скорее всего, такой тяжелый, что аж отвисают эти ордена. Да, и давят на руку. И усы у тебя есть. Это мы уже определили. Хорошо. Давай пока оставим эту тему. И сейчас, Миша, к родовому дереву отправимся, да? Да. Фух, Тёмка, теперь у тебя есть домашнее задание. Тебе нужно все-таки вспомнить, что ты за роботом был в прошлой жизни. Я тебе не скажу. А когда ты узнаешь, кем ты был в прошлом воплощении, улыбка у тебя будет еще шире. Я думаю, ты вспомнишь, а если не вспомнишь, мы тебя месяцок помучаем. Зачем ты это говорила? Вспоминай, Тима, вспоминай. Вспоминай. А потом мы тебя еще помучаем, и еще точно вспомнишь. Было закрыто, сейчас открыто. Да, сейчас открыто. Я смогу, скорее всего, смогу посмотреть, узнать. Тем более какие-то наметки у тебя уже есть. Какие-то вот ордена. Главное сейчас сразу, насколько не форсируй. Да, не форсируй. Тебе дня три отдохнуть нужно будет, потому что ментально очень серьезная работа была проделана. Не пышься, а то попок развяжется. Все, пока. Да, я пробовал, да, благодарю очень. Пока. Все, обнял. Спасибо большое.